Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Китайский автопром будоражит ума знатоков. Таких экспертов и экспертных мнений под видео с «Джили» и «Воя» мы никогда не видели в комментариях на нашем канале. Но мы не собираемся игнорировать китайские автопромарки. Вот вам еще один красавец. Итак, встречаем – Zikr 001. Марка Zikr – это премиальный электрический производитель под крылом «Джили». Если вы не в курсе, «Джили» владеет двумя европейскими компаниями – «Вольво» и «Лотос». Однако, вряд ли, Zikr что-то есть от них. Модель 001 – это не про английских спецагентов. Хотя какой-нибудь «Бэтмен» и не отказался бы иметь в своем арсенале такой экспонат. Zikr 001 выглядит как дитя Porsche и Audi. Он здоровенный и могучий, как топовая «Пономера» или Audi RS6 Avant. И кузов у него такой же, то есть а-ля «Универсал» или, проще говоря, хэтчбэк. Вам уже надоел этот оранжевый цвет? Так вот, этот оранжевый цвет по умолчанию полагается появившейся в этом году версии Z Sport. И запомните, для китайских машин оранжевый – это символ всего спортивного. Такой же, как темно-зеленый у Jaguar, серебристый у Mercedes, красный у Ferrari, желтый у Lamborghini. И сразу же давайте глянем на самую главную фишку Zikr 001 в версии Z Sport. Это тормозные механизмы Brembo с перфорированными дисками и передними суппортами с шестью поршнями. Говорят, что четырехпоршневые Akibono были слабоваты, если откровенно гонять на этих машинах. А что вы спросите с мощностью? Она не изменилась. 544 л.с., разгон до 100 примерно 3,9 секунды. Батарея тоже стандартная – 100 кВт.ч. от производителя Kettle. Учтите, что в богатых комплектациях у Zikr 001 дверь открывается сама. Надо просто нажать на кнопочку и быть немножко в стороне. А закрывается она при нажатии на педаль тормоза. То есть сели, нажали тормоз и она закрылась. Очень удобно. Итак, добро пожаловать в салон. Салон версии Z Sport наглухо зашит алькантарой. Она везде. Даже селектор условной трансмиссии тоже обшит ею. Только руль и монитор не обтянуты алькантарой. Сидения у этой версии обладают регулируемой длиной сидушки и регулируемой боковой поддержкой. Эта фишка именно алькантарового салона. Стеклянная панель крыши является затемняемой, но в ней используется газовая технология, которая работает медленно и не обеспечивает полного затемнения. Придаёт некоторый голубой оттенок стеклянной крыши. Это известная фишка Zikr, которую в основном никто не рекомендует. Толку от такого затемнения практически нет. Вообще можно бесконечно ругать китайцев, как это делают десятки, сотни и даже тысячи комментаторов. Но обратите внимание, как аккуратно сшит салон. А я знаю, о чём говорю. Найдите возможность посмотреть, как сшиты элементы обивки у премиальных Mercedes, BMW, Range Rover. И поверьте, будете приятно удивлены, потому что у Zikr 001 салон аккуратнее. А если вы любитель пощупать и подвигать элементы салона, то скрипа в Zikr вы не услышите. Мультимедийная система вот с таким вот огромным экраном. И это действительно удобно. Американцы из Tesla нашли нужный формат, а в Zikr этот формат посмотрели, потому что эта мультимедиа по графике, по менюшкам, по всему функционалу очень напоминает мультимедиа Tesla. Ну зачем придумывать что-то новое, если есть хорошее решение? Его можно просто подсмотреть. Ну а сейчас давайте прокатимся на этом автомобиле. Ну и напомним вам, что в «АвтоСтронге» помимо отличных БУ запчастей есть отличные новые запчасти и технические жидкости. Так что звоните, пишите нам, заходите на сайт. Будем рады. И также у нас есть еще подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен байк в «МотоСтронг». Ссылочки оставлю в описании. Вот что не говори, «Зикар» едет классно. Подвеска не жесткая. Если надо комфорт, то, пожалуйста, просто включаем режим «комфорт». И действительно, пневмоподвеска начинает работать в комфортном режиме, то есть становится очень комфортно. Нужен спорт? Кликнули на «спорт», и тогда «Зикар» становится сбитым, прижимистым к дороге. Крены убираются. Ну, то есть, разница между комфортным режимом и спортивным существенная. Я сейчас рассказываю не те ощущения, которые у меня есть на данный момент, а те ощущения, которые я испытывал вчера, когда мы на нем катались по сухому асфальту. Ну, а сейчас пришла зима на «Мело», и мы просто едем по каше в режиме «сноу». Ну, такое себе удовольствие. Ну и еще, верите вы или нет, но вот на этих машинах на Дальнем Востоке участвуют в трек-днях. Только ставят шины с зацепом получше и тормоза помощнее. Запас хода у этого автомобиля 450 км. Если будете ездить очень экономично, ну и, естественно, летом, то запас хода может увеличиться до 550 км. Ну, а прямо сейчас давайте заедем на СТО и посмотрим техническую часть этой машины. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Подвеска Ziker 001 похожа на мерседесовскую. Сверху один рычаг, одношаровая, которая смещена к центру колеса. Снизу два рычага. Естественно, все алюминиевое, хотя передний подрамник стальной. Пневмостойки закрыты гофрами, чтобы грязь и песок не протирали пневмобаллоны. И любопытно, что сверху на наклейках написано «Made in Germany», то есть стойки как бы импортные. Сзади тоже все рычаги алюминиевые. Подрамник тоже алюминиевый. Два электромотора спереди и сзади выдают по 200 кВт каждый. И, кстати, снизу в корпусах редукторов есть сливные пробки, то есть масло можно менять, когда это необходимо. В пределах колесной базы батарея прикрыта бронепластиной толщиной 5 мм. Если говорить о запчастях, то все позиции для этой машины заказные. И это естественно, потому что официальных дилеров пока нет. Но появляется много продавцов, которые все готовы привезти под заказ. На авторасборках запчасти «ГЗИКР» вряд ли найдутся. В этом плане Tesla вне конкуренции. Зато заказали, вам привезли. Например, лобовое стекло стоит 1100 долларов, фары по 500, а передние крылья по 250. Как бы то ни было, китайские машины, что бензиновые, что электрические, с нами всерьез и надолго. Вот такой вот автомобиль в Минске обходится в 65 тысяч долларов. Ну и возникает вопрос, лучше ли он своих немецких конкурентов? Или все-таки рано делать об этом выводы? Обязательно напишите в комментариях. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».